Здравствуйте! Вы смотрите программу Форпост. Наша съемочная группа находится в Смирныховском районе, неподалеку от села Рощина. Здесь расположился лагерь поисковиков, участников межрегиональной экспедиции Дальневосточный фронт. Это целый городок, палатки с печками, кухня, где царствует ресторанный повар, и десятки парней и девушек, которые приехали со всех концов России, чтобы исполнить последний долг перед павшими советскими воинами. Солнце в этих краях в конце весны гость нечастый и недолгий. Этот сезон исключением не стал. В день открытия уже по традиции накрапывал небольшой дождь. Впрочем, многие поисковики, которые приехали из других регионов, к таким вещам привыкли. Те, кто работал в Ленинградской области, знают, что такое постоянная сырость и туманы. Цель проведения межрегиональной экспедиции Дальневосточный фронт остается неизменной. Поиск останков советских солдат, чтобы придать их земле с отданием всех воинских почестей. Здесь, на Смирнаховской земле, участникам предстоит провести две недели. Искать наших солдат, то есть найти солдата, закрыть какие-то белые пятна, которые мы поотрабатываем в течение крайних этих последних лет. Приехало к нам 50 человек из различных регионов нашей страны, в том числе Сахалинская область. Наши студенты из студенческого поискового отряда «Восточный рубеж». Всего у нас представлено 22 региона на сегодня. Ребята чуть позже еще должны будут подъехать по различным обстоятельствам, по рабочим. Они смогли вместе с основной группой приехать. Ну вот, основной состав уже весь заехал, уже ребята заселяются. Ну и, соответственно, завтра уже у нас первый выход на работу. В лагере для постоянного проживания есть все необходимое. Палатки новые, современные. Дождь им не страшен, поскольку температура воздуха в это время года в центральной части Сахалина может опускаться до минусовых значений. В каждой палатке – стационарная печка. Кто спит рядом с ней, тот и подкидывает дрова, когда внутри станет холодать. Анна Горбачева приехала из Красноярска. Несмотря на юный возраст, девушка уже побывала в нескольких экспедициях в западных регионах нашей страны. До сих пор с содроганием вспоминают работу в Тверской области, где поисковики столкнулись с историей геноцида советских людей со стороны немецко-фашистских войск. В моей первой экспедиции в 21-м году мы нашли место немецкой комендатуры. Там, получается, вели подъем, 23 человека нашли. То есть это прямо на территории города было. Именно вот, казалось, машины, обычные дворы жилые, но там, казалось, что были бойцы. Наши, да? Да. То есть, получается, комендатура немецкая, а бойцы… Ну, расстреливали наших, потому что… То есть расстреляли? Да. Тем, кто долгое время работал в других регионах, поездка и работа на Сахалине сродни экзотическому путешествию. Многие ребята никогда не забирались так далеко на восток нашей страны. Артем Тугоухов приехал из Бурятии. Парень – опытный поисковик. Причем работа на местах боев с японской императорской армией ему не в диковину. В 1939 году советские войска участвовали в вооруженном конфликте в Монголии. И там тоже до сих пор находят останки наших бойцов. Несмотря на то, что столкновения закончились победой СССР, начало боевых действий было не в пользу Красной армии. Погибших было много, и поисковики продолжают находить их останки. Работаем по 1939 году, работаем по вот этим первым боям с японцами. И нам очень интересно, ну, мне лично очень интересно поучаствовать в экспедиции Дальневосточный фронт, потому что здесь завершалась Вторая мировая война. Здесь были последние танковые сражения, здесь очень много было интересного. И как бы хотелось бы узнать много больше информации для дальнейшего работы. На кухне под навесом над котлами с борщом и гуляшом колдует Дмитрий Стародворский. Профессиональный повар, который готовит как в престижных ресторанах, так и в поисковых экспедициях. Доводилось варить в полевых условиях более чем на тысячу человек. В этот раз у Дмитрия появилась помощница. В первый же день заезда, когда лагерь только готовили к приезду участников, к активистам прибился щенок. Девочку с умными глазами сразу накормили. После чего собачка, которой дали кличку Пуля, далеко от кухни не отходит. После экспедиции ее заберет к себе один из поисковиков, живущих в Смирных. Многие приехавшие поисковики ведут общественную патриотическую работу с детьми и подростками. Ксения Попова из Сургута впервые приехала на Сахалин. Там, в Ханты-Мансийском автономном округе, под ее началом, целый отряд школьников. Детям очень интересны рассказы про настоящие полевые выходы. Такая работа с юным поколением всегда дает плоды. Ребятам самим хочется побывать на полях сражений и прикоснуться к военной истории России. В поисковом движении я с 2014 года была тогда еще ребенком, вступила в школьный отряд, затем в студенческий поисковый отряд, сейчас уже являюсь заместителем руководителя клуба «Север» города Сургута. Продолжаю работу, уже воспитываю других ребятишек на собственном опыте. В августе 1945 года здесь, на бывшей границе Советского Союза и Японии, шли кровопролитные бои за южную часть Сахалина. Она отошла с соседней стране по результатам войны 1905 года. За 40 лет японцы построили вдоль 50-й параллели мощную систему обороны с дотами, дзотами, минными полями. Она не была сплошной, но инженеры выстроили ее таким образом, что фортификационные сооружения прикрывали самые доступные для наступления места. Каждая огневая точка знала свой участок и могла прикрыть другую. Подступы к ним были хорошо пристрелены. Наступление осложняла еще пересеченная местность. Труднопроходимые заросли, болота, пулеметы, минометы, пушки, запас патронов и снарядов зачастую приходилось тащить на себе, поскольку техника в тайге пройти не могла. Сквозь пулеметный и минометный огонь бойцы Красной Армии прорывали полосу укреплений. В этом году поисковики продолжат прочесывание местности, где наступали советские войска. В прошлом году во время проведения экспедиции были обнаружены именные вещи солдат. На одной из позиций советских воинов нашли более сотни гильз калибра 7,62 мм. Это говорит о том, что здесь стоял ручной пулемет Дегтярева, который вел огонь по противнику. Участник поисковой экспедиции Максим Русаков нашел значок «Ворошиловский стрелок». Это нагрудный знак Асавиахима для награждения граждан СССР, овладевших стрелковым делом и успешно сдавших соответствующие нормы, включающие стрельбу и стрелкового оружия. Также поисковики обнаружили фрагментированные останки пяти японских военнослужащих. Принадлежность к армии противника удалось установить по фрагментам одежды и обуви, пуговицам, элементам снаряжения, найденным в местах нахождения останков. Чуть позже в районе Сопки Длинной активисты отыскали останки бойца Красной Армии. Кроме того, нашли ботинки, пуговицы со звездой с гимнастерки, карандаш вставлены в гильзу от револьвера системы Нагана, а также принадлежности к ручному пулемету Дегтярева. Скорее всего, боец был пулеметчиком. К сожалению, имя обнаруженного красноармейца установить не удалось. Учитывая исторические факты, можно утверждать о вхождении его в состав 157-го стрелкового полка. Мы будем продолжать работать на местах наступления 157-го стрелкового полка. Те места, которые в прошлые годы давали результат, где мы находили останки наших солдат. Будем продолжать защищать неисследованные места, выносить металл, как и прежде. Плюс добавится к нему работа на местах гибели военных самолетов здесь, в Верховском районе. И также будем искать место захоронения 214-й танковой бригады, солдат и офицеров, 214-й танковой бригады, которые были захоронены, и захоронение было утеряно. К сожалению, уже несколько лет мы ищем, пока не нашли. Но будем продолжать искать, пока не найдем. Поиск погибших танкистов осложняет то, что место указано очень приблизительно. За десятки лет ландшафт местности изменился. Кроме того, прошедший в 1981 году тайфун «Филис» тоже внес свои коррективы в местные природные условия. Но надежда остается. Это погибшие военнослужащие, то есть солдаты и офицеры, не танкисты именно, а ПТРщики, автоматчики, стрелки. Есть список погибших, есть примерная схема захоронения в районе дороги. Тогда еще Хандаса Катон, определенный километраж там есть. Но вот мы, скажем так, километраж по 100-200 метров отрабатываем в обе стороны, Крощина и Победина, ищем захоронение. Возможно, конечно, под дорогой, но пока не нашли. Во время открытия экспедиции приехавшие гости сказали немало теплых слов всем участникам. Ведь за тяжелейший труд поисковикам не платят зарплату. Все держится на энтузиазме и поддержке властей. Равняйсь. Смирно. Равнение на государственный флаг Российской Федерации. Флаги поднять. Точная цифра потерь советских войск на 50-й параллели до сих пор точно неизвестна. Но каждый год поисковики находят здесь останки тех, кто погиб, освобождая родную землю. На этом мы прощаемся. С вами был Евгений Коньков и программа «Фарпост». В следующем выпуске мы расскажем о ходе работ в Смирноховской тайге, как происходит процесс поиска павших солдат, и что чувствуют участники межрегиональной экспедиции, вгрызаясь лопатами в холодную сахалинскую землю. До свидания.